Сегодня мы нарисуем такую балеринку акварель. Для этого берем белый лист и делим его пополам по горизонтали и по вертикали. Вам видно сейчас, как я поделила? Да, видно. Да, видно. И сверху буквально 2 сантиметра мы тоже делим, мы деляем. То есть вот так. Здесь у нас будет голова, а здесь уже смутываешь. Так, вот тут мы нарисуем голову. Это круг. Так. 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 А туловище у нас будет овальной формы. Мы рисуем овал, который не касается к голове. То есть вот тут у нас будет шея. Это наше туловище. Дальше по бокам у нас будут руки. Мы рисуем тут такой небольшой овал. Это у нас уже будет вся рука. Татовал мы вот так вот отделяем. А вот тут у нас будет палец. Так. 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 Так же с другой стороны. Так. 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 два овала которые под конец уменьшаются вот так и соединяется конец дальше нарисуем юбку нашей балеринки мы рисуем такой овал и как обруч это у нас будет уже сама вот эта юбка дальше мы нарисуем наши балеринки волосы делим вот так у нас волосы и вот тут вот как-то такой черевик 1 дальше тут у нас будет гулька мы рисуем круг и такие к этому кругу как бугорочки это у нас гулька дальше мы рисуем ей пуанты они такой формы рисуем тут как галочку и дальше такие полосочки это завязки не приклеить прегрещиваются вот так дальше нарисуем глаза это тоже два круга рисуем один круг он у нас чуть-чуть заходит на волосы но под волосами наш глаз не полностью не будет видно поэтому поэтому мы пока рисуем вот так вот так потом вот тут сотрем получать такие как кусочки глаз и рисуем к этим кусочком глаз зрачки два зрачка рисуем дальше носик такой такой и вот так вот так и ротик щелчки и дальше нарисуем задний фон задний фон тут мы рисуем как землю она стоит дальше тут мы нарисуем окно вернее даже сначала я точно не помню как он называется но станок вот на котором стоит балерин это такая палка сзади которую она опирается и из этой палки у нас идет окно или шторы нас неплохо видны тут выходит теперь все это мы чуть-чуть стираем чтобы контур был еле-еле виден чтобы потом в акварели этот контур черный не бросался в глаза потому что если мы его сейчас чуть-чуть не сутрём потом в акварелием будет очень грязно и не виден этот контур так все вытрашивали все вот так может не получилось но сейчас вам наверно будет этого не видно потому что я еле-еле оставила контур я сейчас нам понадобится краски акварели и кисти я беру кисть она и не маленькая небольшая и сейчас нам понадобится цвет это мой цвет такой более к оранжевому вот какой-то такой мы рисуем такую балеринку такой цвет ближе к оранжевому вернее даже ближе к желтому и смешиваем его в желтую и получится какой-то такой цвет это бежевый и я и и и и и пожалуйста я не услышала мы берем вот этот цвет такой ближе к желтому это оранжевый но ближе к желтому смешиваем его с белым бежевый цвет должен у нас получиться берем бежевый цвет бежевым цветом мы зарисовываем наше лицо и не захотя на глазки потому что глазки у нас должны остаться белыми чтобы потом было все мило также кончик наших рук там где мы отделяли тоже зарисованы у нас ручки и ножки тоже мы закрашиваем не захотя на наши плоски это планты как-то так и теперь мы нарисуем ей кульку для этого нам понадобится розовый цвет это либо красный можно смешать с белым если у вас нет розового и розовым цветом я закрашу свою игру игру для этого я возьму клесть уже поменьше вот 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 и вот эти тоже бурки, можно их так называть, тоже закрашу. Потом мы отделим наш круг от бурков. Теперь можно сделать наше платье, для этого мы тоже берем розовый цвет. Продолжение следует. И закрашиваем наше платье. Закрасили наш хавай. И я дальше прихожу к рукам. Закрашиваем. Закрашиваем. И делаю юбку. Закрашиваем. 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 Докрашиваем юбку. Так, теперь сделаем волосы. Для этого нам понадобится коричневый цвет. Я закрашиваю волосы. А какие по цветам? Коричневый. Это обычный коричневый цвет. И так же вторую часть. И кудряшки. И фонт можем тоже закрасить. А потом карандашами отделим их. Продолжение следует. Если у вас уже засохла голова. Вы можете взять черную ручку и нарисовать строчки. Либо можно это сделать акварелью. А потом карандашами. И обрести глаза. Можно еще внести ротик. А щечки мы уже нарисуем. И рисуем щечки. Я поняла, что у меня слишком маленькие зачки. И я их залежу. Я чуть-чуть переборщалась с этим глазом. И закрашиваю потом белой краской. Потому что чуть-чуть у меня съехала рука. Итак, мы теперь сделаем фон. Нарисуем шторы. Я беру фиолетовый цвет. И вот тут, как отметила, шнерисовый шторы. Вот так. И вторую штору. И вот так. Дальше можно нарисовать ей коричневым цветом вот эту палку, не знаю как это называется. Дальше, если у вас юбка не сильно засохла, то можно взять чуть-чуть свет потемнее и вот так вот отсюда обвести. Сейчас. Так. И пять. И вот размыть, сделать, уделить нашу первую часть от второй. Так же с другой стороны. Спасибо. 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 Вот такая балеринка должна у нас получаться. И сейчас мы сделаем фон. Это вот эти стены. Ну, это пол. Мы возьмем цвет покоричневый, чуть-чуть посветлее. Так как у нас юбка еще не полностью засохла, мы сделаем сначала стену. Я беру серый цвет, это я черный смешала с белым, потому что серого у меня в палитре не было. Светло-светло-серый должен нарисоваться. Сейчас берем этот цвет, светло-серый. Начинаем стиль отсюда. Так вот рисовать. Сейчас берем этот цвет, светло-серый. Теперь аккуратно, аккуратно вырезаем. Возьмем цвет, такой какой-то, и сделаем пол. Темный цвет завод, сейчас я его уберу салфеткой. Продолжение следует... Ой, я забыла про носик. Можно обвести носик. Продолжение следует... Сейчас мы очень аккуратно сделаем задний фон. У меня на заднем плане будут облака, окно вернее. Я беру клубой цвет и зарисуем облака. Продолжение следует... Так же прям с другой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот тут вот и делаем серым. Продолжение следует... Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, с акварелью мы закончили, осталось только все тона поделать карандашами. Так, берем вежливый цвет и... Сейчас, секунду, я его подключу. И вокруг лица... Начинаем. Так вот, аккуратно. Что надо сделать? Что-что? Что надо сделать, я не расслышал. Так, берем карандаш бежевого цвета и вокруг лица еле-еле, почти невидимое. Вам это почти не видно, но в жизни это есть. Сейчас вот так вот начинаем рисовать, подделывать тона. А можно показать? Конечно. Очень красиво, очень, прям супер. Так, начинай, продолжаем. И вот тут. И закончили лицом. Берем фиолетовый цвет. И сделаем еще шторы. Вот так вот шторы начинаем тоже. Спасибо за урок. Пока. До свидания. И с другой стороны так же. От темного и растушевого светлого. От темного и светлого. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо за урок. До свидания. Так. Так. И... Дальше возьмем серый цвет. Тоже сделаем тени на стенах. Стену. До свидания. 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 И с другой стороны. И снизу также. И сейчас возьмем сверху такую поддохну и сделаем внизу, тут где пол. И вот тут тоже можно. И волосы тоже. У нас тот же цвет, как этот, только посветлее, тоже можно этим же цветом. И вот здесь. Также можно взять розовый цвет и платье тоже. И добавить платье. И в пуантах, в пуантах у нас уже посильнее мы надавим, чтобы отделить одну пуант от другой. И возьмем еще раз поддохну. И возьмем еще раз поддохну. И еще можно добавить язычок. 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 И еще мы же добавим. И еще можно добавить язычок. И еще можно добавить язычок. и под голосами тоже можно делать тень и вот сейчас будет еле-еле видно вам и еще можно вот тут вот где наши волосы тоже чуть-чуть добавить и с другой стороны еще можете сделать небо тоже добавить как небе можете сделать еще тучки для этого нам понадобится белый цвет и сейчас покажу как их можно сделать берем белый цвет и просто так вот можно сделать тучки то есть вот свеча в одни не видно то есть сейчас я покажу на отдельности то есть тучки можно сделать просто вот на небе представьте что это мне просто вот так вот потыков вот такие тучки только белым цветом и можно взять еще синкрандаж тоже небо чуть-чуть вот так вот тихо варь не задевая наши тучки ну можно цветом добавить пример черным на шторах добавить какой-то узор кружочки а эти кружочки можно сделать закрасить я закрашиваю красным цветом розовым розовым и голубым какие-то розовым и голубым какие разноцветные шторы у нас получились еще можно было добавить тень взять яркую акварель обвести и убрать ее чуть-чуть тоже так можно было делать так получилось у нас балеринка видите они чуть-чуть даже разные потому что рисунок неповторим нельзя повторить один рисунок два раза ухты у всех очень красивая а